здравствуйте мои дорогие я снова рада видеть вас на своем канале ну что девчоночки сегодня новый урок поехали сегодня у нас с вами 2 а не на рука с остатками ногтей сегодня мы будем делать снятие ногтей будем делать наращивание новых ногтей и конечно же выполнять задание напоминаю что к выполнению заданий вы можете к нам присоединиться на нашем сайте ссылочка на сайт прикреплена в описании написано у вас вверху в ролике точно там же на сайте вы можете приобрести материалы которые используются в данном ролике и конечно же онлайн-курсы кстати на онлайн-курсы сейчас большущая распродажа мы же переходим непосредственно к ногтям нашей клиентки сегодняшний маникюр у нас в технике градиенты градиентов у нас будет несколько сегодня мы будем выполнять аквариумный дизайн ногтей при этом мы сделаем внутри ногтя градиент из блесток а сверху ногтя градиент при помощи росписи этого спойлер краткое содержание серии ну а теперь подробнее итак сняли материал предыдущий который у нас остался как вы видели осталось у нас буквально несколько пальчиков поэтому сохранять этот материал и делать коррекцию на него я не видела смысла было проще снять эти три оставшихся ногтя несчастных и заново перенарастить полностью все 10 ноготков длину мы будем добавлять кстати они у меня любительница мы ей делаем длину и она потом в процессе носки сама себе и и упиливает напоминаю аня это моя невестка она тоже является мастером поэтому она самостоятельно может владеть пилкой ну и поскольку мы с ней очень близки то соответственно чем ближе вы с клиенткой тем дольше у вас расстояние между коррекциями кто обращал внимание на такую закономерность поднимите руки в комментариях потому что вот казалось бы мама да или сам мастер вот самой себе ногти сделать ровно два месяца проходит между коррекциями маме сделать ногти тоже всегда на самый крайний случай и оставляю поэтому ну у меня вот всегда получается так точно так же у нас получается и сани это ей никогда то мнение когда и поэтому расстояние между коррекциями у нас ровно такое пока не отвалятся все ногти и так мы с вами нарастили ноготки сделали подложку подставили бумажный шаблон промазали все это безобразие при помощи прозрачного геля и на мокрый прозрачный гель делаем растяжку из блесток то есть у нас блестки плавненько переходят друг в друга там у нас разные цвета и оттенки блесток кстати кроме цветов и оттенков они еще и совершенно разные по структуре то есть у нас получается там светлые первые блестки кругленькие мы добавили фиолетовые блестки это у нас палочки и потом крупные серебряные блестки опять же добавили немножечко в градиент чтобы получить плавный переход и кстати здесь вам лайфхак чем мельче фактуру блесток вы используете тем плавнее получится у вас переход из блесточек ну а теперь волшебство опила буквально за две движения за два движения пилочки мы выпиливаем из горки материала красивый замечательный ноготочек и конечно же если вы не умеете рисовать то можно все оставить в таком виде но это не интересно и мы рисовать умеем и все девчонки которые прошли у меня онлайн курсы тоже умеют рисовать поэтому давайте перейдем к росписи сегодня у нас задание градиент поэтому мы будем делать градиент на самом деле амбре или градиент это не только привычная нам переход оттенков от кутикулы до свободного края в полном покрытии градиент можно делать и кусковой как мы сегодня с вами выполним и как я уже поняла для себя лучший градиент лучшая растяжка цвета переходит по шершавой поверхности поэтому делаем заготовку для нашего дизайна рисуем вот такие вот ленты или линии или куски ну как кто назовет это уже не имеет никакого значения по мокрому присыпаем их акриловой пудрой и уже по акриловой пудре начинаем перемешивать между собой оттенки работаем в монохромной цветовой гамме то есть используем темно-фиолетовый оттенок светло-фиолетовый оттенок эти два оттенка и темный и светлый у нас смешаны из нашего среднего фиолетового цвета для того чтобы его затемнить мы добавили черный для того чтобы его высветлить мы добавили белый то есть собственно говоря это у нас один цвет смешанный с черной и белой красочкой и вот используя все эти три оттенка то есть темный внизу светлый наверху и средний между ними мы перемешиваем таким образом чтобы у нас получилось максимально плавная растяжка цвета сейчас до покрытия топом она кое-где не плавно и только из-за того что имеет фактуру когда мы присыпали акриловой пудрой у нас кое-где получилось неровная поверхность благодаря этой неровной поверхности цвета у нас замечательно перемешиваются но эту неровную поверхность в процессе перемешивания видно поэтому после того как мы выровняем все наше безобразие финишным покрытием получим уже ровную красивую поверхности градиент у нас получится идеальный и так на безымянном пальчики мы сделали ровную ленточку то есть она у нас в пространстве ровно расположена а вот на среднем пальчики и на остальных пальчиках мы делаем ленточку вот с таким вот заворотом здесь вы увидели что у меня закончился светлый оттенок гелевого лака поэтому я смешиваю его еще разочек стараюсь попасть тон в тон к моему предыдущему смешанному оттенку вот это самое сложное при смешении цветов выйти на тот же самый тон который у вас был собственно говоря здесь даже если где-то в полтона я не попаду будет не очень страшно в любом случае это уже находится на других пальчиках и видно слишком не будет если вдруг я не попаду оттенок в оттенок но и для того чтобы получилось складкой наша ленточка получилась вот такая вот завернутая обратите внимание как я прокладываю свет и тени вот именно благодаря света теневому решению у нас и получается эффект сложенной ленточки после того как нам кажется что уже достаточно все наши цвета перемешаны после того как нам нравится то что у нас получилось в градиенте мы это все дело просушиваем перекрываем финишным покрытием второй слой градиента мы здесь делать не будем потому что вторым слоем у нас был непосредственно тот первый оттенок который мы изначально нарисовали он сразу же задал нам плотность нашему дизайну и для второго слоя градиента у нас нет никаких показаний ну а теперь осталось добавить немножечко прорисовки добавляем черную белую красочку черную красочку стараемся расположить там где у нас был темный оттенок фиолетового цвета белую красочку естественно там где у нас был светлый оттенок фиолетового цвета прорисовываем все и получаем совершенно потрясающий дизайн я от него была в восторге мне безумно понравилось как это все смотрится очень интересно очень необычно стильно все как вы любите в минималистичном стиле надеюсь вам понравилось вы мне конечно же напишите свое мнение в комментариях я же на сегодня с вами прощаюсь всем до новых встреч пока